Сея ненависть, пожнешь добро. По следам убийства Ирины Фарион. Во Львове на минувшей неделе была застрелена бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион. В посмертных некрологах она упоминается как известный политик и языковед. Однако прежде всего Фарион запомнилась как ярая националистка и радикальная сторонница украинизации. Радикальная до такой степени, что ее критиковали даже в украинском националистическом батальоне АЗОВ. Кто стоит за убийством экс-депутата Рады, следствие пока не установило. И вряд ли установит. На худой конец пишут на Москву или про российские силы. Ведь разбираться с тем, что происходит внутри украинского общества, которое годами напитывали ненавистью и враждой, никто не станет. Хотя бы в целях собственной безопасности. Уроки мовы с помощью маленького кулачка. Чем известно Ирина Фарион. В Украине Ирина Фарион была довольно известным политиком. Но не в силу полезной общественной деятельности, а скорее благодаря скандальным высказываниям. Ее заявления неизменно вызывали общественный резонанс. Одни украинцы ее поддерживали, другие ненавидели. Фарион родилась в 1964 году во Львове. Закончила Львовский государственный университет и затем около 30 лет преподавала во Львовской политехнике на кафедре украинского языка и прикладной лингвистики. Однако преподавательская деятельность не помешала Фарион заняться политикой. В 2005 году она вступила в националистическую ультраправую партию «Свобода», а спустя 7 лет стала членом Верховной Рады. Фарион придерживалась крайне радикальных позиций касательно русскоязычных украинцев. Известность она приобрела в 2010 году, когда, будучи депутатом Львовского облсовета, посетила детский сад и возмутилась тем, что дети называли себя Миша, Лиза, Алена. Фарион заявила малышам, что с такими именами им надо собирать чемоданы и ехать в Москву. Как отмечает украинское издание «Страна», в те времена подобные речи для Украины были в диковинку. Поэтому ее выступление вызвало большой скандал. И с тех пор за Фарион закрепился образ самой радикальной сторонницы украинизации, которую она сама постоянно старательно поддерживала. Уже после начала российской спецоперации Фарион выступила с критикой в адрес беженцев с востока Украины, которые говорят во Львове на русском языке. В январе 2023 года Фарион сказала, что ее внук в детском саду учит русскоязычных детей украинскому языку с помощью своего маленького кулачка. «Почему мой Дмитрик, которому три с половиной года, заходит в детсад, видит какого-то Гришу, который ему говорит привет, и мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку?» Неудоумевала Фарион, потому что ребенок приходит нервно домой и говорит, бабушка в садике москаль, а бабушка говорит, что москаля надо уничтожать. И Дмитрик уничтожает москаля, ставит правильное произношение. Все родители, которые сюда приехали со своими москворотами-чадами, должны понимать, что их ребенок должен говорить на государственном языке, чтобы мой ребенок не набирался блох московского языка. «Если тебе не нравится это, какие проблемы? Сел на танк с буквой «З» или «В» и габанул отсюда». А в ноябре минувшего года Фарион попала в скандал, заявив, что не считают украинцами русскоязычных военных, в частности, из нацбатальона «Азов». «Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пусть тогда себя назовут русскими», — сказала Фарион. С резким ответом выступил замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. Он сказал, что правоохранительным органам нужно обратить внимание на деятельность Фарион, которая раскалывает украинское общество. С аналогичным заявлением в адрес Фарион выступил представитель «Азова» Богдан Кротевич. Фарион на это заявила об угрозе большевизации украинской армии и написала обращение на имя Владимира Зеленского с требованием разобраться с Кротевичем и Жориным. Однако в данном конфликте власти Украины тогда выступили против Фарион. Близкие к банковой, телеграм-каналу и СМИ ее раскритиковали, а СБУ начала расследовать против экснардепа уголовное дело по нескольким статьям, в частности за нарушение равноправия граждан по принципу их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. И это было, пожалуй, единственным примером после февраля 2022 года столь жесткой реакции власти на наезды на русский язык. Что, впрочем, объяснимо, в ВСУ служит очень много русскоязычных, и подобные заявления могли подорвать моральный дух армии, пишет по этому поводу страна. В результате скандала экснардеп была уволена из львовской политехники, однако потом через суд восстановилась, и от своих заявлений про русскоязычных также не отказалась. Так, в конце января Фарион вновь оскорбила русскоязычных украинцев, заявив, что из-за их наплыва Львов превратился в город диверсантов. «Я иду по площади рынок, там говорят на русском языке. Откуда я знаю, что это не москаль?» – пожаловалась политик. «Они держатся за свою ущербность. Это маргиналы. Это ущербные люди», – охарактеризовала Фарион русскоговорящих сограждан. Работал профессионал. Как произошло убийство? Убийство Ирины Фарион произошло вечером 19 июля возле ее дома. Женщина получила ранение в голову. Ее госпитализировали в больницу, прооперировали, но спасти не смогли. Через несколько часов после госпитализации стало известно, что Фарион скончалась. Была проведена операция, ее даже перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце пациентки не выдержало, сообщили врачи. Между тем, полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу. Это молодой человек в возрасте около 20 лет, одет в спортивную одежду с шляпой на голове. Соседи Фарион рассказали, что предполагаемый убийца ходил возле дома, где жила политик около двух недель. От людей особо не скрывался. На расспросы местных бабушек отвечал, что приехал из Тернополя. В квартире, где жила Ирина Фарион, еще когда-то жили ее родители. Она прожила здесь всю свою жизнь. Эти две недели, пока этот подозрительный молодой парень сидел под ее домом, Фарион также жила здесь, привозят слова очевидцев страна. По их словам, после выстрела они увидели женщину, которая лежала на асфальте. Люди вызвали полицию и скорую. Скорые и полиция ехали очень долго, минут 20. Они задавали много уточняющих вопросов перед тем, как приехать сюда. Действовали неоперативно, возмущаются соседи. Источники в правоохранительных органах заявили, что Фарион застрелил профессионал, который готовился к убийству как минимум месяц. Не исключено, что у него есть сообщники, а само убийство заказное. Полиция отрабатывает видео с камер наблюдения. Однако здесь не все так просто. Оказалось, что часть камер не работала, поскольку в доме Фарион в момент убийства был отключен свет. Внутренние качели. Что говорят в Киеве? На данный момент следствие рассматривает два мотива для убийства. Личную неприязнь и общественно-политическую деятельность Фарион. Одну из версий убийства озвучил Зеленский. «Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, идет опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ведущую в Россию», – сказал Зеленский. По его словам, расследованием дела занимаются МВД и СБУ. «Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения, и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», – сказал Зеленский. На причастность россиян поспешил указать и советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко. «Именно они – единственный бенефициар. Теперь вместо сплоченности против внешнего врага будут устраивать внутренние качели, ссорить украинцев между собой», – заявил Лещенко. Источник страны в силовых структурах полагает, что российский след сделают основным. Мотив, вероятно, будет назван таков – «Форион убили, чтобы попытаться рассорить русскоязычных и украиноязычных украинцев», – сказал собеседник издания. Такой подход позволит Киеву отодвинуть на второй план все прочие версии, связанные с наличием у Форион врагов внутри Украины, чтобы не накалять ситуацию в обществе. В то же время противники Зеленского из националистических кругов, возможно, будут делать упор на прошлогодний конфликт Форион с властями, косвенно обвиняя их в преступлении. А между тем партия «Свобода» уже пообещала выплатить 10 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет найти исполнителя или заказчика убийства. Форион была похоронена 22 июля на Лычаковском кладбище во Львове. Дочь покойной София Семчишин заявила, что в лице ее мамы всех украинцев убили за язык. Также на прощании был замечен баннер, на котором Форион стоит в одном ряду с Тарасом Шевченко и Степаном Бандерой. Подпись на баннере гласит «Ирина Форион – современный проводник украинской нации. Беда в том, что украинцы не могут распознать таких вовремя». Но если при жизни Форион называли скандалисткой, то после ее смерти украинские власти решили подправить негативный имидж. В честь погибшей принято решение назвать одну из улиц во Львове. Похоже, Украина обрела еще одного героя своего времени. Продолжение следует...